Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрев этот ролик, вы будете разбираться во всей продукции компании TP-Link. Я снимаю это в середине 2022 года. Я думаю, что информация будет актуальной еще минимум года полтора, а то и два. Вы сможете понять все недостатки и достоинства ключевых моделей и поймете, а что вам нужно, а что точно нет. И, конечно, сможете и сами что-нибудь купить, и посоветовать друзьям и родственникам. Это очень важно. В общем, меньше слов, больше дела. Поехали! У меня на столе сейчас стоит множество коробок с роутерами и мэш-системами TP-Link, и это, поверьте, не все. У меня еще вот там несколько коробок, они просто не влезли в кадр. Модельный ряд TP-Link действительно внушительный. Вот так вот с кондачка разобраться в нем довольно непросто. Но мы все-таки постараемся. Смотрите, многие, когда речь заходит о TP-Link, начинают морчать. Ой, TP-Link, фуа, фуа. Смотрите, значительная часть людей судят о продукции TP-Link по бесплатным роутерам, условно-бесплатным, которые провайдер прикладывает в качестве такого приветственного бонуса к тем, кто подключается к его услугам. Дешевые роутеры у всех производителей, ну, скажем так, не торт. Они выглядят как настоящие, но на самом деле это не совсем прям вот роутеры, которые могут выполнять функцию обслуживания большого домовладения, там, двух-трехкомнатной квартиры, в которой живет, там, ну, хотя бы человека 3-4. Потому что, понимаете, дешевый роутер, он, в принципе, предназначен для того, чтобы к нему подключалось, там, ну, 10 устройств. Подключалось. А активно использовало, ну, максимум, одно-два. И когда вы пытаетесь вот на этот бесплатный роутер подключиться всей семьей, навалиться, так сказать, всем кагалом, то роутер не выдерживает. Он начинает глючить, тупить. И дело тут не только в том, какой там логотип стоит. Поэтому я не буду сегодня рассказывать о совсем дешевых роутерах. Ну, потому что это не... Я их сам не покупаю и хорошим людям не советую. Мы поговорим о, так скажем, начиная с верхней части нижнего сегмента и до самых верхов. Вот потому что именно там селится сила Тепелинк. Тепелинк – это качественный, добротный китайский производитель, который на нашем рынке уже, дай бог памяти, там лет 20, наверное, ну, может быть, чуть меньше. И у них есть прекрасные модели по соотношению цена-возможности. Многие из них я сегодня вам покажу живьем. В общем, заканчиваем прелюдию. Я сейчас уберу со стола вот эти коробки, потому что они будут мешать мне распаковывать и показывать. И по одному предъявлю вам все наиболее, на мой взгляд, интересные модели роутеров и мэш-систем. В общем, смотрите, мы начнем с мэш-систем, потом перейдем к обычным классическим роутерам, потом немножко поговорим о роутерах с поддержкой 4G, то есть уже со встроенной сим-картой, и закончим ретрансляторами для мэш-систем. В общем, впереди много интересного. Начинаем. Начнем мы с мэш-систем ДЕКО. Надо понимать, что ДЕКО – это такой отдельный мир во всей вселенной ТП-Линка. То есть это самостоятельная мэш-система. Они изначально делаются как мэш-системы. И несмотря на то, что там есть какой-то такой базовый роутинг, надеяться на то, что это будет прям вот ваш основной роутер, ну, наверное, не стоит, если только у вас не совсем скромные потребности. Но тут есть очень важный момент. Во-первых, мэш-системы ДЕКО несовместимы со стандартным OneMesh, который есть в роутерах Archer. Ну, то есть они могут работать вместе, то есть роутер может быть главным, а к нему это подключается в качестве точки доступа. Но вот именно работать вместе, передавать бесшовное устройство, они не могут. Это другая вселенная. Но есть другой плюс, что все системы ДЕКО, а их у ТП-Линка реально много, сейчас я вам покажу основные, но они все совместимы между собой. Поэтому вы можете купить в качестве, так скажем, сердца системы какую-то мощную, дорогую систему из двух модулей, допустим, а потом расширять ее в слепых зонах при помощи более дешевых устройств. И они все прекрасно совместимы между собой. Это, наверное, как-то не очевидно для многих, но это действительно так. Начнем мы с самого базового уровня ДЕКО М4. Коробка совершенно новая. Сейчас я попробую ее как-то интеллигентно открыть. Так, смотрите. Это относительно простенькое по нынешним временам устройство. Я вам сейчас коробочку покажу. То есть она состоит из трех модулей, может состоять и из двух. На самом деле тут уж как повезет. Каждый модуль имеет по два гигабитных порта. То есть я вас заранее предупреждаю, что некоторые девайсы будут абсолютно девственно новые, некоторые уже слегка поюзные, потому что собрать такое количество абсолютно новых, ну, невозможно. Я даже из дома притащил свой собственный роутер с ТП-линком. Все модули, входящие в один комплект, как правило, у ДЕКО одинаковые. То есть они аппаратно абсолютно взаимозаменяемы. Но когда вы настроите систему, один из них будет работать главным, смотрящим, а остальные будут уже подключаться к нему за приказами. Но аппаратно, повторюсь, абсолютно одинаковые. Вот каждый модуль умеет работать в двух диапазонах. Он умеет по диапазону 5 ГГц выдавать до 867 Мбит в секунду и в диапазоне 2,4 ГГц до 300 Мбит в секунду. По нынешним временам это звучит как-то скромненько, но на самом деле это скорость абсолютно достаточная для большинства пользователей. То есть мы будем говорить о гораздо более скоростных моделях, и я объясню, зачем они нужны. Но вот в принципе для нормального человека 300 Мбит по 2,4 и 867 Мбит по 5 ГГц это достаточно. Просто потому, что большинство клиентских устройств, даже довольно современных, больше не умеет. Вот у них это пик. Поэтому если вы возьмете какую-то модель, которая там 1,3 Гбит, а 1,8 Гбит в космос, дальше, ну здорово, устройство такое посмотрит, круто, да, и подключится максимум на 867 Мбит. В общем, продолжаем разговор именно про Меш-системы. Смотрите, у каждого из этого модуля по 2 Гбитных порта. Для чего они нужны? Меш-системы, ДКО и вообще все Меш-системы умеют подключаться, взаимодействовать между собой, либо по Wi-Fi, либо по кабелю. И вот этот самый Backhole, сервисный канал, по которому все обменивается данными между собой, он по воздуху формируется быстро и легко. Но если вы хотите, чтобы было прям идеально, стабильно и на максималочках, ну лучше, конечно, кабель. Ну лучше. Хотя, повторюсь, многое зависит от ситуации. Если вы прокладываете Меш в каком-то коттедже, который не многоэтажка, где до ближайшего соседа еще, в общем, там на самокате ехать, то в принципе и тут все будет хорошо. Но только если там рядом нет какого-нибудь хорошего аэродрома. Короче, можно и по воздуху, но лучше по кабелю. Так вот, если вы сделали Меш по кабелю, проложили этот самый Backhole, то один из портов будет занят, скорее всего, а то и два на контролирующем модуле, а на расширителях по одному свободному. К нему вы можете подключать какие-то винтажные устройства, типа настольного компьютера или старого ноутбука, где Wi-Fi либо вообще нет, либо он какой-то паршивенький. В общем, вот эти порты, они крайне полезны. Но, в принципе, можно ими не пользоваться. И я знаю много людей, которые таки не пользуются. В каждом модуле по две встроенные антенны универсальные, которые могут у 2,4 и 5 ГГц. Три модуля могут покрыть площадь до 370 квадратных метров. Мы дальше много будем часто упоминать, что там площадь покрытия, но имейте в виду, что это некие идеальные условия, которые, возможно, даже скорее всего, недостижимы в реальности. То есть, это вот некая такая площадь ровная, без помех, безо всяких там никого вокруг нет. И вот тогда до 370 метров покрыть можно. На практике 3 модуля это где-то до 150-200 метров. Ну, если у вас стены, этажи, вы понимаете, да? Поэтому вполне вероятно, что если у вас дом метров на 300, и в нем 2, а то и 3 этажа, то никаких трех модулей не хватит. Вам придется добавлять еще. Но это зависит уже только от ваших финансовых возможностей, потому что проблем нет с этим никаких. с расширением уже имеющейся мэш сети. Там еще фича, что каждый модуль умеет соображать, ага, если вдруг там потерялась связь или сильно ухудшилась с модулем, к которому он привык подключаться, он может по Wi-Fi перестроиться и подключиться к тому, у которого сигнал лучше. Поэтому, когда вы будете добавлять модули в мэш сети, они разберутся между собой, чтобы все было хорошо. У них на это ума вполне достаточно. Что касается количества подключаемых устройств. TP-Link говорит, что вот именно к этому комплекту можно подключить до сотни устройств. То есть получается до 30 на модуль. Я вам скажу так, что это, да, это похоже на правду, так и есть, но активных, вот прям таких, которые яростно что-то делают, качают не больше пяти на каждый модуль, потому что иначе им приходится трудновато. Но, с другой стороны, 15 активных устройств, прям вот яростно качающих, не время от времени что-то там тыньк-тыньк-тыньк, а прям бр-б-б-б. Вот таких устройств, в общем-то, в доме немного. Это, как правило, нас, это компьютер ребенка, который там постоянно что-то делает, это, наверное, видеонаблюдение, да и, в общем-то, все. Можете сами в комментариях написать, что там может быть, кроме этого. Поэтому, в принципе, до 100 устройств это вполне достаточно. Если у вас это будет единственная сетевая штука, у вас не будет никакого роутера и ничего, то можно воспользоваться встроенным родительским контролем. Он тут довольно простенький, но можно показать так вот этому вот устройству, моего маленького проказника, больше трех часов в день не давать. И также можно посмотреть, там, что он делает, как он делает, куда ходит, зачем ходит, в общем, все как положено. Что касается цен. Вот если покупать комплект из трех штук, то вам это обойдется, заглянув в шпаргалку, в 11 тысяч рублей. А если из двух штук, то в 8 тысяч. Поэтому смотрите сами, насколько для вас это подходящая цена. Я сразу скажу, что это самый вообще дешевый комплект TP-Link DECO, но его можно рассматривать не только как самостоятельный комплект, но и как расширение для более высокого уровня системы TP-Link DECO. Потому что те, как мы сейчас узнаем, стоят прям заметно дороже. Так что вот так. А теперь мы переходим к более дорогим вариантам. Сейчас у меня в руках мэш-системы TP-Link DECO M9+. Несмотря на то, что вот эти два блинчика выглядят слегка игрушечными, на самом деле это, ну, наверное, самая продвинутая мэш-система с поддержкой Wi-Fi 5. Я уточню, что M4 и M9+, это пока еще мы идем по Wi-Fi 5. 802.11ac. Почему я говорю, что она одна из наиболее продвинутых, если вообще не самая продвинутая? Смотрите, несмотря на то, что это вроде бы блинчик, здесь трехдиапазонный Wi-Fi. То есть один диапазон 2,4 ГГц с максимальной скоростью 400 Мбит и два диапазона 5 ГГц по 867 Мбит на каждый. И вот в каждый такой модуль встроено по 8 антенн и управляется он, каждый модуль подчеркнул, четырехъядерным процессором Qualcomm частотой больше 700 МГц. Вы спросите, а зачем в мэш-системе нужно два диапазона Wi-Fi? Это вроде бы такая принадлежность топовых роутеров. Как раз здесь-то она и нужна по-настоящему, потому что если вы все-таки делаете мэш по воздуху и используете, соответственно, для создания служебного канала Backhaul Wi-Fi, то значительная его часть отжирается. Ну, половина. Половина канала идет под служебные нужды. И это сказывается на максимальных скоростях. То есть если у вас тариф, допустим, 100 Мбит, вы этого не заметите. А если 400, то еще как. Так вот, здесь, благодаря тому, что два диапазона Wi-Fi, один используется как раз для Backhaul. И остальные два, то есть 2,4 и 5, полностью в распоряжении пользователя. Это реально круто. Это реально здорово. И я знаю многих людей, которые покупали именно M9+, и так выдыхали. Ууу, как все залетало. То есть это действительно вот именно в плане Wi-Fi 5, это, ну, это крутая система. Лучше я не видел. Потому что мэш-системы начали развиваться относительно поздно, когда уже появился Wi-Fi 6. И, в общем, туда-то все самое интересное и уехало. На каждом модуле находится USB-порт. Ну, он тут не очень нужен, но пусть будет. Два гигабитных порта. И вот сейчас прямо вот владельцы коттеджей взвизгнут от восторга. Есть поддержка Zigbee. Вот эта мэш-система, одна, опять-таки, из очень немногих, поддерживает Zigbee и Bluetooth. Поэтому, если вы строите умный дом, то вы сможете подключать модули и по Wi-Fi, и по Zigbee, который гораздо более энергоэффективный и гораздо менее требовательный к расстоянию между девайсами. Потому что там каждый модуль, каждое устройство выступает в роли хаба. Так что M9+, это совершенно термоядерная штука с поддержкой Wi-Fi 5. И, забегая немножко вперед, скажу, что в более новых моделях Zigbee уже нет. А здесь есть. Благодаря тому, что здесь имеется мощный действительно Wi-Fi с 8 антеннами, площадь покрытия максимальная с тремя устройствами выросла до 600 квадратных метров. Ну, то есть, делаем погрешность, делим на два, но много. Это действительно хорошо покрывает. Подключать можно тоже до 100 устройств. Но только, я думаю, что здесь уже на каждый модуль можно прям вот так всерьезно, нагрузочно где-то 15 девайсов это подключать без проблем. Что касается ценообразования, то оно какое-то немножечко странное, видимо, потому что модель уже давно на рынке. Короче, два модуля стоят 15 тысяч рублей. Коробка с двумя модулями. А с тремя почему-то уже тридцатку. Поэтому, наверное, так чисто логически проще купить две по две, чем одну на три. То есть, по цене получается выгоднее. Один куда-нибудь там потом можно на авито пристроить. В общем, вот эта система до сих пор, несмотря на то, что ей уже, так по-моему, годика три-то точно есть, она до сих пор остается абсолютно актуальной. Это мощная продвинутая штука, да еще и Zigbee. И за пятнашку, там за 30 даже тысяч, это вполне себе вещь. Поэтому рекомендую обратить внимание тем, кто ценит такие классические винтажные мощные девайсы, которые, в общем-то, уже сейчас не очень и делают. А теперь мы заезжаем во вселенную Wi-Fi 6. И сейчас мы распакуем вот этот комплект DECO AX. DECO X50. Хочется им сказать AX, ну уж, извиняйте. То есть, он тоже может поставляться в разных комплектациях на два модуля или на три. Вот этот у нас трехмодульный. Вот такие вот три баночки удобные стоят. Смотрите, что мы можем про него сказать. Максимальная скорость, которую мы можем получить в диапазоне 5 ГГц, составляет внушительное 2,4 ГБит. Но с одним нюансом, которым чуть ниже. А в диапазоне 2,4 ГГц мы получим максимум 574 МБит в секунду. Что, кстати, тоже довольно прилично. Потому что, если вы подключаетесь в этом диапазоне, в старом 2,4 устройство, которое умеет Wi-Fi 6, то скорость все равно, средняя скорость, будет выше, чем по 802.11 AC. Потому что стандарт Wi-Fi 6 гораздо лучше разруливает вот эту засранность диапазона, которая наблюдается в 2,4 ГГц. Вот. Что еще? У каждого модуля по 3 ГБитных порта. И это прям тоже приятно, потому что, если вы будете подключать контроллеру по кабелю ретрансляторы, то все равно один порт у вас для чего-нибудь останется. Конкретно для завода интернета внутрь. Кстати, я когда говорил про М4, я вас немножечко ввел в заблуждение. Получается, если мы используем в качестве бэкхола кабель, то мы сможем на контроллере задействовать только один порт. Потому что один нужен для завода интернета внутрь. Соответственно, 3 порта, а это прям совсем хорошо и оптимально. В каждом модуле стоит двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц. Какой породы, я не знаю. Но осторожно предположу, что Qualcomm. И, скорее всего, не ошибусь. Также там стоит по две антенны универсальных в каждом из них. И вот три модуля, согласно заверениям производителя, обещают нам 600 квадратов покрытия. Да? 600, да? Правильно. 600. А если речь идет о двух модулях, то есть как это можно так вот делать, то только 420 квадратных метров. Но это тоже на самом деле довольно прилично. Подключать можно до 150 уже устройств. Не 100, а 150. То есть получается по 50 клиентов на каждый модуль. И это уже совсем как-то много. То есть я, честно говоря, не видел домовладений, где всерьез больше 100 девайсов. То есть даже те, кто всерьез заморачивается всякими умными домами и прочим, но все равно в соточку-то укладываются. То есть 150 это прям с запасищем. Но, тем не менее, запас карман не тянет. Что касается цен. Тут тоже забавное происходит, потому что система из двух модулей стоит 14 тысяч рублей, а из трех уже почему-то 28. То есть откуда такие странные фантазии у продавцов я не знаю. Тем не менее, вот так. Опять-таки, никто вам не запрещает купить две штуки по две. То есть там нет никаких ограничений. Больше того, вы можете купить, допустим, комплект из двух модулей с Wi-Fi 6 и поставить их в самых важных для вас местах, а по углам добить более дешевыми, например, М4 или М9 с поддержкой Wi-Fi 5. То есть никаких ограничений на совместимость Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 нет. Все зависит исключительно от ваших возможностей и фантазий. Когда я стал смотреть характеристики следующей модели, Deco X60, я, честно говоря, не понял, чем они отличаются от X50. Потому что там формула максимальная AX3000, здесь тоже AX3000. То есть какой смысл? А потом до меня резко дошло. Смотрите, когда мы говорим про Deco X50, там максимальная скорость 2,4 Гбита. Но это только при условии, если ваш девайс поддерживает ширину канала 160 МГц. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Они есть, но мало. Как правило, это либо какие-то продвинутые телефоны, например, Huawei это умеет, и встроенные контроллеры в материнские платы. То есть большинство ноутбуков больше 80 МГц. Канал не жрёт. Например, Маки не жрут. Поэтому, когда на X50 говорится про 2,4 Гбита в секунду, это такое лёгкое лукавство. То есть это доступно только посвящённым. Так вот, а в X60 всё гораздо интереснее. Тут 6 потоков данных, и в диапазоне 5 ГГц можно получить режим 4 на 4. То есть 4 потока данных на вход, 4 на выход. А здесь только 2 на 2. В общем, да, я сейчас, я понимаю, немножечко путаю, но смотрите. Короче, вот здесь большинство устройств получит только 1,2 Гбита на пике подключения. На самом деле, конечно, гораздо меньше. А здесь, если устройство имеет 3 на 3, или даже 4 на 4, а таких устройств гораздо больше, чем поддерживающих канал, 160 МГц, вот здесь всё будет быстрее. Плюс, за счёт того, что потоков данных больше, гораздо лучше устраивается тот самый бэкхол по воздуху. Я понимаю, что этим словом у вас уже задолбал, но когда говорим о меш, без бэкхола совершенно никак нельзя. И за счёт того, что потоков данных больше, и антенны более продвинутые, вот здесь покрытие уже не максимум 600 метров, а 650 метров. И когда речь идёт о двух модулях, то не 420, а 470 метров. Ещё раз напомню, мы это делим на 2, когда речь идёт о реально домовладении со стенами, перекрытиями и прочим. Но, чем больше вот это пиковое значение, тем больше вы получите на практике. В общем, комплект реально интересный. Подключать к X60 тоже можно до 150 устройств, за счёт того, что девайс достаточно мощный. А вы знаете, вот он даже по весу чувствуется. Вот он такой тяжелее ощутимо, чем X50. Но, здесь обратите внимание, только два гигабитных порта, а у X50 их три. И если для вас порты важнее, чем скорость по Wi-Fi пиковая, то вот имейте это в виду. Что касается цены. Вот два комплекта X60 стоят примерно 18 тысяч рублей, а два X50, я напоминаю, 14 тысяч. А если вы будете брать три модуля комплекта, он стоит 23 тысяч рублей. То есть, цены, в общем-то, к большому счёту, когда речь идёт о сети для большого домовладения, ну, сравнимые, но имейте в виду, что для вас важнее. И ещё раз повторюсь, никто не мешает вам купить X60 парочку и добить их потом же чем-нибудь попроще. на пользовательских впечатлениях это никак не скажется. К сожалению, топовый комплект DECO X90 мне сюда притащить не удалось. Если удастся добыть его где-то потом, я подсниму, чтобы вы видели, как он выглядит. Так вот, X90 – это вообще топовая зверюга. там снова три диапазона Wi-Fi, Wi-Fi 6, то есть два диапазона по 5 ГГц и один на 2,4 ГГц. Причём там один из диапазонов поддерживает ширину канала 160 МГц. И там получается совершенно зверская штука. Максимальная скорость там составляет 4,8 Гбит в секунду. То есть это... О! И там ещё на каждом модуле есть порт на 2,5 Гбита. На тот случай, если вы заведёте в них действительно быстрый интернет. Но просто понимаете, когда максимальная скорость 4,8 Гбит, а вы туда заводите Гбит, ну получается, что это только для обмена устройствами данными между собой. А если туда можно ещё и быстрый интернет завести, ну это вообще получается бомбическая штука. Но стоит такой комплект уже совсем жестоко. То есть там два модуля стоят 40 тысяч рублей. То есть круто, да, но я не уверен, что это всем так уж надо. Но если вы хотите прямо вот сделать меш топчик, то тогда, конечно, вот X90 DECO это зверская тема, которую перебить... Я просто... Поправьте меня опять-таки в комментариях. Я это не потому, что я пытаюсь как-то угодить TP-Link, но я просто реально не знаю более производительной меш-системы, чем DECO X90. Просто потому, что это такая немассовая совершенно тема, и производители стараются делать что-то попроще, пожиже. Ну вот, от DECO TP-Link решили жахнуть. Да, еще к X90 можно подключать до 200 устройств. То есть несмотря на то, что два модуля, все равно по 100 устройств к каждому. И там 8 потоков данных. То есть, ну, невероятно мощная система, но решайте сами, насколько вы готовы за эту мощь платить. Теперь переходим к более массовому жанру, а именно к роутерам. Я повторюсь, не буду рассказывать вам про совсем простенькие модели. Старые, однодиапазонные. Ну, просто потому, что я их сам не покупаю и вам советовать не стану. Соответственно, мы начнем с уровня, который уже на что-то похож. Конкретно мы начнем с роутера Archer C64. Это вот такая вот штука. Он небольшой. Он умеет до 867 Мбит в секунду в диапазоне 5 ГГц, до 300 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц. У него сзади 1 ГБитный порт One, то есть этот, куда заводят интернеты, и 4 ГБитных порта для подключения других устройств. У него 4 несъемных антенны, которые вращаются, скажем так, в пределах разумного, то есть совсем на 360 градусов покрутить не получится, но вот такой получается жучок-паучок. Он стоит 2750 рублей. Несмотря на скромную цену, он поддерживает One Mesh. То есть, если вы захотите расширить его с помощью ретранслятора, то, пожалуйста, все это по умолчанию уже работает. В общем, простой, но действительно приличный роутер, который прекрасно подойдет, например, для однокомнатной или небольшой двухкомнатной квартиры. Абсолютно ничего лишнего, а все нужное уже имеется. Роутер уровнем чуть выше именуется Archer C80. Он уже так немножечко покрупнее. У него скоростная формула до 1,3 ГБит в секунду в 5 ГГц и до 600 МБит в 2,4 ГБит. Ну, покажите мне, где вы сможете достигнуть 2,4 ГБит в 2,4 ГБит. Я посмотрю вместе, потом посмеемся. Ну, честно, 300 МБит вполне себе есть. За счет чего достигаются здесь эти самые 1,3 ГБит? Дело в том, что этот роутер умеет максимум работать в режиме 2 на 2. Получается 867 МБит. А этот уже 3 на 3. И вот из этого складывается 1,3 ГБит. Но это только в том случае, если устройство... Гребаные в это циклисты. Если устройство тоже это поддерживает. То есть я на сайте Теперинка читал, что этот роутер с маками дает большую скорость. Но дело в том, что все актуальные маки, и макбуки, и макмини, все, они уже давно не поддерживают 3 на 3. Только старые, в 15-м году они поддерживали 3 на 3. Сейчас все маки идут 2 на 2. Они добивают скорость за счет Wi-Fi 6. Поэтому никакого радикального ускорения вы не получите. Но 3 потока данных это все равно лучше, чем 2. Поэтому если вы доплатите немножечко денег, а этот роутер стоит 3200 рублей, то в общем-то за модель с такими скоростными параметрами и 4-мя гигабитными портами вполне себе прилично. И да, OneMesh он тоже поддерживает. Мы стремительно врываемся в мир роутеров TP-Link с поддержкой Wi-Fi 6. Эта модель AX1500 появилась совсем недавно. Это прям вот свежачина. И у меня сложилось ощущение, что TP-Link хотели сделать самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 на рынке. То есть в наше непростое время вот в эти игры с дешевизной играть трудно, но мне кажется, что у TP-Link получилось. Смотрите, значит, у него... Сейчас я плюнуть. Сниму. У него формула Wi-Fi 6 это 1,2 гигабит. Это самый-самый базовый уровень. Но при этом там имеют место 4 больших антенны, как мы любим. У него 4 гигабитных порта на дешевых моделях обычно делают по 3. это не считая порта One. Он поддерживает тоже One Mesh. Там стоит трехъядерный процессор Broadcom, который раньше ставили только в такие очень серьезные девайсы. И как вы думаете, сколько этот роутер стоит? Он стоит 3400 рублей. То есть Wi-Fi 6, 4 гигабитных порта, довольно серьезный проц, One Mesh поддержка 3400. Это на уровне таких довольно скромных роутеров с поддержкой Wi-Fi 5. Я не буду вас агитировать, стремиться за дешевизмой, потому что сейчас мы изучим более интересные, на мой взгляд, модели. Но если вы хотите Wi-Fi 6 любой ценой переплачивать, желания нет, вот эта модель AX1500, которая только появилась, она так и просится заглянуть в ваш бумажник и забрать оттуда не так много денег. Роутер AX23 это наследник очень популярной модели, где-то она вышла года два назад, AX20. Но тут есть серьезное изменение. Во-первых, как пишет TP-Link, здесь используется некий новейший двухъядерный процессор с удивительной энергоэффективностью. То есть какой он, я не знаю, я пока еще у меня не был этого роутера на тесте, я его не разбирал. Но если это особенно как-то подчеркивается, то почему бы и нет. Плюс здесь появляется такая штука, как многодиапазонный backhaul. То есть если вы все-таки решите нахимичить себе One Mesh с помощью этого роутера и ретранслятора, то backhaul будет формироваться сразу в двух диапазонах и 2.4 и 5. Это удобно, потому что оно будет отжирать меньше полезных мощностей от обоих каналов и увеличивает дальнобойность. Поэтому тут вот именно на этот момент я бы обратил внимание в первую очередь. А так они с AX1500 очень похожи, тоже 4 гигабитных порта, гигабитный One, ну вот они, корпус просто тот же самый. Так что брать AX23 стоит в первую очередь ради энергоэффективности и того самого многодиапазонного backhaul стоит он ощутимо подороже. То есть если AX1500 вот он у меня тут на столе до сих пор лежит AX1500 стоит 3400 и выглядит так же, то вот этот зверк уже стоит 5000 рублей. И вот думайте сами, решайте сами, переплачиваете наше непростое время или нет. То есть повторюсь, я его еще не тестировал, но вот AX20 у меня был, очень приятные впечатления от него остались. Надеюсь, что и наследничек не подкачает. Вы можете подумать, что я все время вам показываю один тот же роутер. Нет, на самом деле просто TP-Link не очень заморачивается с дизайном корпусов и они плюс-минус похожи друг на друга. Сейчас у меня в руках модель AX53. Я знаю, что опытные пользователи роутеров сейчас немножко напряглись. Ага, это что же это то же самое, что AX50 это вот этот жаркий горячий ужас. Нет, вот к счастью здесь уже стоит другой процессор другой фирмы, там был Intel, там при всем уважении к Intel такую печку для роутеров конечно предлагать нельзя. Здесь стоит двухъядерный процессор другой фирмы и он уже греется абсолютно в пределах разумного. А вот скоростная формула сюда заехала как раз из AX50, то есть это уже не 1,2 гигабита в секунду а 2,4 гигабита в секунду но с одной такой маленькой оговорочкой которую мы уже слышали когда речь шла о девайсах деко 2,4 гигабита получат только те клиенты те клиентские устройства которые поддерживают ширину канала 160 мегагерц если такой поддержки нет то извольте кушать в диапазоне Wi-Fi 6 1,2 гигабита а в диапазоне в стандарте Wi-Fi 5 867 мегабит в секунду поэтому тут как говорится снова думайте сами решайте сами но для продвинутых устройств для например продвинутых ноутбуков для настольных компьютеров куда встроен адаптер Wi-Fi как правило там 160 мегагерц имеют место и тогда скорость линка конечно существенно возрастет ну а так вот все то же самое то есть 4 гигабитных порта гигабитный WAN еще в описании у этого роутера написано что у него какой-то сверхбыстрый WAN Mesh то есть он и так-то быстрый а здесь говорят что переключение между модулями происходит за 0,4 секунды так это или нет я не знаю но мне честно говоря и на старых версиях WAN Mesh заметить этот переход не удавалось подозреваю что и здесь все довольно прилично и пикантный момент что вот этот роутер AX53 стоит немножечко дешевле чем AX23 то есть его можно найти примерно за 4800 рублей ну как говорится мелочь а приятно поэтому если вы хотите чтобы была скоростная формула побольше а грелся он не так яростно как AX50 вот AX53 это уже такой правильный вариант приближающийся к золотой середине мы продолжаем карабкаться по ценовой лестнице и сейчас перед нами будет роутер который стоит целых 6000 рублей что нам за эту сумму предложит TP-Link ну во-первых он нам предложит уже до более знакомый корпус то есть вот этот корпус я узнаю из тысячи но обратите внимание что по форме он такой же а дизайн изменилось у него улучшилась система охлаждения и это первый роутер который сегодня был у меня в руках которого есть порт USB 3.0 модель называется AX55 то есть она нас отсылает по дизайну к следующему роутеру на который мы посмотрим но вот порт USB 3.0 на самом деле решает многое он позволяет подключать внешние накопители и использовать этот роутер как такой простенький NAS не ждите от него чудес пожалуйста не ждите от него чудес то есть скорость чтения и особенно записи будет ну скажем так не на пределе возможности флешки которую вы сюда воткнете то есть там уместно говорить наверное по кабелю о 50-60 мегабайтах мегабайтов в секунду а по воздуху и того меньше потому что когда работает еще и Wi-Fi то мощности двухъядерного процессора который тут стоит на все не хватает но тем не менее это уже гораздо лучше чем ничего просто драматически лучше чем ничего также здесь есть поддержка модемов то есть сюда можно втыкать модем на самом деле вот на коробке которая у меня в руках про это не очень написано поэтому обратите внимание что если это АХ-55 для российского рынка там поддержка модемов есть если вы каким-то образом наткнетесь на европейца то там ее нет но возможно можно будет перешить на российскую прошивку в общем обращайте внимание на этот момент но в описании на сайте у русской версии АХ-55 про модемы говорится тут правда надо сделать такую ремарочку что ТП-линк не очень заморачивается с поддержкой всего зоопарка модемов до которых может дотянуться они добавляют поддержку операторских модемов то есть то что выпускают Мегафон МТС Билайн и Теле2 как правило все те модемы которые продаются у операторов они есть и тут можно посмотреть подробнее на сайте ТП-линка но вот всякий зоопарк там какие-то безымянные модемы которые можно купить за 3 копейки скорее всего здесь не заработают и кстати у АХ-55 512 мегабайт памяти я об этом раньше вообще не упоминал просто потому что это не имело никакого значения когда в роутере нет USB порта ему и память то в общем девать некуда ему и 256 и даже 128 вот выше головы а когда появляется уже USB порт тут необходима оперативная память иначе все будет работать через одно известное и не всегда приятное место поэтому то что здесь памяти стало 512 мегабайт это жирный плюсик следующие два роутера это реально знаете мои любимки вот без преувеличения роутер АХ-73 у меня на канале и на сайте есть его подробный обзор можете посмотреть он чем хорош во-первых он классный то есть у него сейчас вам покажу не 4 антенны как у вот этих вот всех оцельных 6 штук и он умеет в режим 4х4 в диапазоне 5 гигагерта сейчас я все рога подниму вот то есть у него максимальная скорость не 2,4 гигабита в секунду а страшно сказать 4,8 гигабита в секунду но это если ваше устройство поддерживают ширину канала 160 мегагерц в диапазоне 2,4 гигагерца скорость максимальная 574 мегабита в секунду но мы снова делаем оговорку что в данном случае речь идет не о скорости максимальной а о дальнобойности потому что Wi-Fi 6 это более дальнобойный стандарт и если клиентское устройство и роутер его поддерживают то расстояние на котором можно говорить об уверенном приеме оно гораздо более комфортное то есть я думаю что процентов 30 смело можно накидывать чем этот роутер еще хорош он хорош тем что TP-Link о нем не забывает если на относительно недорогих моделях у TP-Link они просто в принципе все не очень дорогие вот если на каких-то базовых моделях прошивки обновляются обычно в течение года а потом только в случае каких-то обнаружения дырусь то вот с AX73 абсолютно другая история как вы можете заметить у него есть порт USB USB 3.0 сбоку то есть соответственно когда я только его взял на тест он умел работать с этим портом только в качестве USB накопителя что тоже здорово то есть там Apple Time Machine там Samba FTP все здорово классно но хотелось модемов так вот его не было и постепенно постепенно TP-Link допилил прошивку и сейчас все роутеры AX73 купольные и тогда и продаваемые сейчас поддерживают USB модемы ну согласитесь это крайне приятная фича и даже если вы сегодня ей не пользуетесь завтра она может пригодиться и это здорово что прошивки выходят и существенно расширяют функциональность правда конечно цена уже не такая вкусная то есть вот когда этот роутер вышел он стоил подешевле сейчас он обойдется вам в 7700 рублей но с учетом скоростной формулы и возможностей а сюда можно кстати подключать до 150 устройств одновременно потому что трехъядерный процессор Бруатком там внутри стоит он мощный реально так вот этот роутер может в одиночку покрывать трехкомнатную квартиру ну или довольно такой заметный дачный домик поэтому вот этот роутер мне крайне нравится и то что его так допиливают нравится просто вдвойне и последний классический роутер о котором мы сегодня поговорим от ТП-линка это модель Арчер АХ6000 и вот тут такая интимная подробность если вот эти все роутеры мы как-то добывали по сусекам в магазинах по складам то вот это мой личный он меня с 19 года трудится то основным роутером то вспомогательным ну вот по ситуации что называется это реально могучая зверюга которая трехкомнатную квартиру покрывает запасом потому что тут целых 8 антенн они по разному там под разными углами могут выставляться это реально вот зверюга причем когда он вышел только появился в продаже он был такой ну тупенький то есть он в принципе свою функцию выполнял Wi-Fi лупил мое почтение но мощность четырехъядерного процессора она как-то не была очевидной тут кстати два порта USB один USB-C один USB-3.0 тут 8 портов Ethernet это вообще я не могу сказать что уникальная фича потому что у кинетика и Asus появились уже тоже современные 8-ми портовые модели но вот в 19-м году это был вообще чуть ли не единственный роутер с Wi-Fi 6 и 8-ю портами а One-порт через который заводится Ethernet тут аж на 2,5 гигабита то есть вот закачаешься правда тут есть момент что с гигабитными тарифами этот роутер работает как-то странно то есть я тестировал он вот как-то четенько обрабатывает до 800 мегабит а потом как-то приунывает но возможно это опять-таки какие-то ограничения прошивки так вот когда он только вышел он не поддерживал One-Mesh ну вот не поддерживал и все а потом спустя года полтора эта поддержка появилась и прошивки для AX6000 выходят до сих пор несмотря на то что повторюсь он вышел в 2019 году в общем вот эта вот байка про то что теплинк не обновляет прошивки она актуальна для дешевых теплинков а на среднем и высоком уровне все немножечко иначе правда стоит AX6000 уже не 5 не 6 а цельную 21000 рублей то есть модель ну такая небюджетная как говорится для разбирающихся и понимающих но если вы понимаете что вам 4-8 гигабита в секунду с дичайшей дальнобойностью с двумя портами USB с 8 портами SRNET нужны то вот AX6000 это прям то что нужно все на свете конечное только модельный ряд теплинка никогда не кончается шучу потому что на самом деле мы уже приближаемся к финалу на фоне вот таких вот внушительных коробок вы можете сказать что это за мелочь зачем ты ее притащил в конец понимаете это не простой роутер эта модель именуется теплинк MR100 и как и все модели с индексом MR она имеет встроенную сим-карту то есть прямо в сам роутер встроен модем LTE категории 4 то есть 150 мегабит на вход 50 на выход и безо всяких дополнительных ухищрений вы можете подключаться к мобильному интернету сам роутер довольно простенький у него максимальная скорость 300 мегабит в диапазоне 2,4 гигагерц у него всего лишь там 2 100 мегабитных порта в общем ни о чем но вот эти антенны съемные они же не простые это LTE антенны поэтому вы можете использовать MR100 как с ними так и подключить что-то внешнее если вдруг у вас там неуверенный сигнал вы сами прекрасно все понимаете в общем несмотря на то что это такой простенький роутер он с учетом своей цены 5000 рублей выглядит крайне симпатичным дачным вариантом то есть да не разгуляешься теплинк пишет что к нему максимум 32 устройства можно подключить то есть на практике активных ну наверное 5-6 но за пятерку с таким шустрым модемом вполне весьма а если еще что-то внешнее подключить в общем обратите внимание мне кажется что это действительно вполне себе вариант у теплинка есть и более продвинутые роутеры с поддержкой LTE со встроенной поддержкой LTE это важно но к сожалению у них нет под руками сейчас я вам рекомендую обратить внимание на модели MR400 и MR600 они похожи друг на друга у них у обеих два диапазона то есть 300 мегабит в секунду и 867 мегабит в секунду они поддерживают до 64 клиентов они поддерживают One Mesh что опять-таки для дачи бывает крайне полезно но отличие там следующее в MR400 стоит такой же модем как здесь LTE CAT 4 это 150 и 50 мегабит а в MR600 стоит модем LTE категории 6 это 300 мегабит на вход и 50 на выход я не уверен что вы у себя на даче или там где-то в загородном доме поймаете там 300 мегабит на вход но если вы уверены что поймаете вот имеет смысл обратить внимание на MR600 цена у них такая MR407000 MR600 12000 рублей вот лично я в своем саратовском домовладении в котором к сожалению бывают не так часто как хотелось уже два года использую MR600 ну вот вопросов никаких не возникало работает как положено поэтому с учетом цены опять-таки вот мы все время возвращаемся к вопросу цены но TP-Link умеет за скромный гонорар дать довольно много поэтому вот 7 и 12 тысяч за роутеры с поддержкой LTE встроены мне кажется это вполне и весьма и последнее по порядку но не по значению когда я рассказывал вам про роутеры TP-Link про Archer я часто говорил One Mesh One Mesh One Mesh One Mesh One Mesh One Mesh это стандарт для создания Mesh сетей с роутерами TP-Link подчеркиваю с роутерами потому что TP-Link DECO это одна вселенная а Archer другая и вот когда речь идет именно о Mesh на роутерах то там на середину 2022 года доступна только такая конфигурация вы берете роутер и подключаете к нему ретрансляторы специальные то есть не просто там еще один роутер TP-Link а вот такую вот штуку рогатую то есть у меня в руках модель Re505X а у меня у самого дома Re605X Re505X отличается от Re605X только скоростью в диапазоне 2,4 ГГц 505-го у него максималка 300 Мбит в секунду у этого 605-го там 574 Мбит в секунду то есть на практике это абсолютно неважно но вот себе для дома я взял именно 605-й хотя внешне они вот так по-моему ничем и не отличаются так вот на данный момент можно расширять сеть от роутера TP-Link только при помощи ретранслятора их довольно много у TP-Link потому что это довольно дорогое он стоит там около 6000 рублей а старший вообще там под 7000 рублей но посмотрите на сайте у TP-Link у них там много разных моделей они все совместимы с OneMesh и есть довольно недорогие тут есть один пикантный момент что опять-таки на данный момент создавать Backhole можно только по воздуху то есть если вы подключите свой роутер к ретранслятору при помощи кабеля то он сможет работать только в режиме точки доступа ну можно на колхозе что называется назвать тут точку доступа так же как на роутере в принципе работать будет нормально но вот бесшовного роуминга не будет он доступен пока только по воздуху инженеры TP-Link ведут ярусную работу они обещают что появится скоро проводной Backhole появится возможность использовать в качестве ретрансляторов роутера TP-Link Archer но пока вот так поэтому если вы хотите расширить сеть не покупайте еще один Archer а обратите внимание вот на такие ретрансляторы все все на сегодня это все вы сами видели какое изобилие предлагает TP-Link и ведь мы еще наверное ну как минимум половину не затронули там есть несколько не несколько а много еще моделей которые отличаются не так заметно я просто решил не тратить ваше и свое время если хотите зайдите на сайт TP-Link и покопайтесь там можно провести довольно много времени но основное мы все с вами рассмотрели вот все вот это вот я просто уже убрал со стола основную часть коробок но то что осталось оно вот здесь в общем надеюсь вы провели время с пользой и теперь вы разбираетесь в продукции TP-Link чуть лучше чем раньше у меня есть еще на канале более старый ролик записанный два года назад там упоминаются более винтажные модели вы можете тоже посмотреть добавлю ссылку в описании ну возможно там наткнетесь где-нибудь на развалах на старый роутер и скажете о так он же мне и нужен в общем тоже никто не запрещает все на сегодня это все спасибо за ваше время если вы хотите материально поддержать мои проекты а без денег тяжеловато как-то знаете ли приглашаю вас подписаться на мою страничку спонсор ру вы во-первых будете меня таки поддерживать каждый месяц а во-вторых видеть все ролики и читать все мои статьи раньше других ну тоже мелочи приятны вместе мы можем гораздо больше также у меня есть канал телеграм-канал гаджеты технологии новельянов.com если вы на него подпишетесь то будете получать анонсы всех публичных материалов очень оперативно и точно ничего не пропустите а у меня впереди по крайней мере надеюсь много интересных статей и роликов вот на сегодня все было здорово самому было интересно во всем этом разобраться надеюсь вы теперь тоже чувствуете некоторое облегчение и просветление все друзья спасибо до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...